тут ливень был только что мы при его наша вон она . смотри налево черная черная тучечка мы ехали в метро нам на 26 остановок сделать и вот приехали дождь только прошел вон он туда ушел какая прелесть кстати вот доказательства того что можно не промокнуть пройтись куда угодно вот такой же примеру выход из дома вот как здесь метро видите крыша и вот вы под этой крышей дождь вам солнце вам все пофиг вы идете туда и вон дальше другая крыша до того дома то есть до подъезда в принципе можете сухим остаться когда на улице будет тропический проливной ливень я не знаю и это все из метро в любой любой торговый центр да это это действительно нечто вот смотрите показываю вот крыша он оттуда идет 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 опять крыша 5 крыша крыша его на например подъезд заходит клева с этой стороны тоже самое вот он его а вот сейчас есть наглядный пример вот вы идете дете 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 вот сюда вот заворачивать вот соответственно вот она крыша эти прям сам подъезд заходит вы бы хотели так чтобы было гнить в россии в казахстане или в германии ты ходишь смотрите козырек прям с подъезда и ни хрена не мокнешь ты просто нечто ты куда нам туда пойдем надо под козырьком пройти надо даже вот смотрите мы сейчас идем под крыши да но нет вот можно под козыречком здесь пройтись и вот здесь вот обратно под козырьком выйдете просто настолько все грамотно потому что здесь дожди блин реально из ведра вот от подъезда и соседнему дому район литл индия гуляем тут стройки стройки еще сколько всего строится красивые полоняльные постройки вот в одной из вот этих вот высотах марусь сожила далеком двенадцатом году когда здесь работала вот это храмы это ничто смотрите шива или кто это я не знаю это тоже мой покровитель вчера читал не запомнил вот такой индусик держит шива вот она четырех рука не что чистота это далеко не центр а-ля трущобы но чистенько вот буддийский храм буквально за углом о марусь а здесь еще вон тигры тигр и леопард то есть начал сюда да но энтеринг в коротких шортиках марусь вот это мощная большая статуя будды тайский монах основал этот храм в тысяча в 1927 году это все из дерева домики обычного жилого района что чуть ниже среднего класса марси гриб еще раз что мы дожили хорошо я вижу какой да вон он храм для начинающих ребятки которые карьеру строят могут позволить себе здесь жилье а потом когда уже чуть больше проработали переезжают в более престижные районы марси гриб то если бы она начала только работать вот в таких в таком районе в таком домике мы выжили а потом мы переехали вон он храм вот индуистский храм смотрите очень красиво только ради этого в индию захотелось поехать но мы до индии еще когда-нибудь доберемся так идем вовнутрь обратите внимание живот чтобы был закрыт и шорты колено или ниже даже для мужиков можно носках но мне хоть а вот это мы здесь были где много-много народу или в другом это где у них мнение в другом да я вижу красиво как марусь пофиг надо индию планировать мы хотели подождать не сейчас вот смотри монах сидит маши читает что-то так ну а вот мы добрались до мустафа центра он огромен и вон туда еще и вглубь не 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 будем там можно купить все я помню да мы тогда с машей заходили нам надо было сумки запечатать нам кабель биндером затянули повесили бирку что у нас рюкзак закрыт что мы их продукты которые украдем все в сумку уже не запихаем там прям печать все дела вот здесь смотрите вот раз проверила молитик вот кабель биндером да та же самая система марусь как и прошлый раз я забыл совсем а тут индия реальная индия помню здесь проходил столько золота все продавали very very special offer как они нас на английском говорят правильно но такой акцент угарный еда где музыка золото а вот дальше начинается вот оно все украшения какие-то а вот и музычка да действительно вот один комплекс вот досюда через дорогу начинается второй такой же и что самый прикол двадцать четыре часа открыт и не там реально есть все можно и не за от от булавки до машины купить это уже для местных продукты клёво вот сами местные смотрите просто сидят едят читают лежат все кайф сингапурские индусы вот она битл индия опять колониальные марс смотри тигр пантера вон багира какая смотри шархан багира о вот это очень красиво и у нас на пути очередной храм вон он сейчас мы взглянем вон наш смотри там еще и лев лежит у них вообще-то много скульптур всяких так идем в храм так видимо здесь понедельниками что-то не то храм закрыт смотрите какой красивый тоже ну тоже не попадаем вовнутрь видимо у них что-то у них там что-то написано с понедельника по понедельник фиг его знает может у них какой-то понедельник священный день не знаем не последний день здесь еще находимся вот эта улица которая имел ввиду все золото платья национальные смотрите все индусы покупают золото на опять золото еще больше золота еще золото 56 сингапурских долларов за за грамм да вот написано 916 проба 22 карата 56 целых пять десятых сингапурских доллара за грамм 916 проба я такой еще не слышал нифига себе еще золото но это вам не 585 22 карата в два раза больше золота меньше меди или серебра в зависимости от того русское или немецкое золото у вас волосы куда какие-то красят цвет аптека в коем-то веке не золото опять золото любят они золото и красный цвет маш массаж и они рисунки эти так время у нас уже пол третьего время найти пиво аси холодники вот люди сидят сок пьют и пиво слева домик а вон тот разрисованы а там же станция метро будет мы с той стороны помнишь прошлый раз заходили да мы туда и приезжали в прошлый раз я помню эти домики индийский квартал старый индийский квартал среди какие красивые дома теперь посмотрите я вам покажу мачи какие сидят тут вот прям как из индийских фильмов отвечаю вот полицейские формы ходе не все и они герои представляете как я счастлив кроссовки снял купил себе тапочки да не просто тапочки сандалии именно то что я долго искал пока мы здесь были прошлый раз в азии латинской америки прошлом году в азии я не мог найти подходящие мне сандалии одни нашел в бангкоке но 40 долларов за сандалии долларов американских долларов трампа за сандалии в бангкоке представляете вот это единственное что я тогда нашел подходящие мне а тут здорово ты орешь больше сам а тут они стоили 4 доллара 50 центов сингапурских то бишь это даже а вру 5 долларов значит получается 3 евро 20 центов за такие клёвые сандали мне нравится о боже мой это было нечто короче проходили проходили о тайский массаж я думаю смотри ступни ног делают за 20 долларов полчаса давай зайдем а мы потом увидели нормальный полчаса 30 баксов сингапурских 45 минут 35 и час соответственно 40 долларов так как у нас времени не дофига мы такие сейчас скептически отнеслись к этому скептически отнеслись туристическая улице я правильный ботинька у тебя делал да мне кажется да мы стой что-то падают с меня а нога в масле да ну и такие давай на полчаса давай заплатили 30 сингапурских долларов что-то 23 что ли нашими трамповскими это был но не знаю лучше не лучше но она первая кто меня довела и даже дважды до слез еще в одно нажатие я был я уже плакать был готов я уже хотел говорить не надо пожалуйста это было нечто они и стая настоящие тайки такое вытворяли вот сандалии я уже купил нормально короче марусь играет по ней бегали она на полу лежала матрас на полу а у меня стойка такая кушетка если бы я на полу я думаю это бы залезло на меня и начала по верху бегать я бы не выдержал ну короче нас размяли я заказал с маслом маша без оба на полчаса с меня всю кожу сняли лучше этот когда вы загорели сгорать а еще кожа она же горит до нее дотронуться нельзя она тайский жесткий массаж ну и она с меня всю кожу сразу и сняла таков был наш отдых и теперь держим путь дальше но это место мы запомнили мы сюда обязательно придем на часок когда отойдем в один из последний версии это офигенное место ну и мечеть конечно маша вы видели и меня такое деле потому что мужикам тоже сортах нельзя оказывается красивая мечеть вот так вот она выглядела снаружи смотрите какая красивая очень красиво вот так вот в сингапуре борется с пробками во первых налоги на все подряд машины дорогущие и использование дорог видите мотоцикл 50 центов с 3 до 5 30 после обеда машина 1 доллар а грузовик был нарисован автобус 1 доллар 50 а грузовик 2 доллара такси тоже что-то там было только что нарисовано сейчас я вам скажу такси 1 доллар вот так вот все дороги платные и везде такая висит попробуй проехать не заплатив зашел все вы на лаван купить пивка вот она горит сынок одно пиво стоит 520 она даже не спрашивала просто открывает холодильник говорит возьми 2 за 6 возьми 2 за 6 и просто пробивает шесть игр ну ладно хочу вторая банка за 80 центов получается хрена себе Будда блин а у нас тут небо голубое но гремит со всех сторон а вон сзади сзади небка то серенькая гремит каждые 2 секунды а неплохое вам скажу королевский импортный королевский лагерь неплохо о как смотрите по руке читает за 10 долларов хрена себе чё она мне начитает интересно мне было бы интересно вот такой вот один раз хотя попробовать где-нибудь может цыганью какую-нибудь поеду хотя мы были в румынии я там не бадулая не видел не медведя с балалайкой не гадалок не вампиров трансильвании так ну вот после массажа мы заходили в мечеть вот буддийский храм вот у нас индуистский храм через дорогу у нас мечеть а потом собор святого петра или павла я не помню ну просто пять абсолютно разных религий какой микс сингапуре и вот смотрите одна вторая третья там четвертая и пятая это же красиво в медиа в буддийском храме снимать нас попросили не снимать потому что у них какой-то праздник они все там у них похороны это праздник типово все закатывают гулянку типа человек умер это разве лев вот это где смея а вот змея какой красивый зеленый дом синенький до тех не понял обычно забирают они выгружают смотри маш обычно забирают пациентов они выгружают это как так понять а видимо с больницы домой я аж офигел если честно вот дедушка домой везут хорошего молодец выздоровел жить будет долго и счастливо мы дальше идем я очень зелененький домик показываю хорошенькие синенький так но вот у нас синагога смотрите вон звезда давыда а вот собор я не знал чей петра или пауля собор святого петра и павля сразу дуплетом 2 сразу святых клево 5 абсолютно это был мечеть то есть мусульмане потом хинди потом были буддисты теперь синагога католики еще вот православный собор я не знаю какие еще есть религии такие вот крупнейшие и все до кучи в радиусе я не знаю 100 метров вот музея за музеем кстати еще и собор святого йозефа а вон красивенькое здание там это университет сингапурский сейчас мы определимся куда мы дальше идем пойдем сейчас просто над нами небо откроется я вижу уже со всех сторон у такой уже синее небо улетучилась и это вот . черненько она прям за нами идет по пятам сейчас она даст вот он перепутал я немножко то музей был а это вот он см у сингапур менеджмент университи не самый главный универ но универ и и в миг паду легкий ветерок стало в жесть как прохладно это вот прям самое то и на меня уже копают маленькие капельки вот это мы проходим огромная библиотека это сингапур лайбрери дождик начинается а вот хорошо прям прям о большие капельки пошли ну ништяк сейчас если ливень я хочу чтоб дал тропический минут на 20 мы еще где-то постоим переждем вот маша греша через два перекрестка мы уже подошли куда нам надо он еще церковь и асфальт момент становится мокреньким большие капли сажим перебежим на ту сторону вот тучка над нами вон там дальше опять голубое небо небольшая лико тучка сейчас она быстро выдаст она через перекресток большой торговый центр там еще переждем побежали ох нифигасе с куриное яйцо капли не марусь я сто лет дождя не видел я кайфую смотрите какие идут тетеньки бизнес-вуман серьезные нифигасе у я не надо может не на мышцы смотрел мужик смотри ему жарко он сдох после марафона так морозь я ход кондер 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 жарко смотрите дождь потом брод сайт вурст сосеч нет я не хочу пивасик смотри вот брод сайт а так и сетевая брод сайт это как это у ханс или грето как он там сервус сервус great time от процент я мокрый не из-за дождя я при дожде вспотел а тут пингвинариум внутри и это на самом деле клёво смотрите кофеечек можно тестить покупать вот все вокруг меня это капсулы везде кофе-машинки маленький марусь убирать еще чем хлебнет горяченько потому что не холодно мне кайф о парус прям ливень пошел там он прям на улице прям заливает мы прям удачно зашли в торговый центр я не знаю да должно быть видно смотрите тут прям поливает на улице вот освобод видно как он бежит да и вот она тучечка она оттуда далеко далеко сюда идет это здесь просвет а туда она вдаль так что прилично еще лить будет но хорошо вот не так душно не так жарко сейчас по крайней мере вот лимит эдишн кофе новый 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 потом пришла капучино и никарагуа колумбия индонезия индия маруся пьет офигенный эспрессо говорит сто лет такой не пила хороший кофе так вон там купить можно здесь у нас стоит тенгерия может мне тоже хлебнуть чего-нибудь еще посмотрим вот мы внутри торгового центра сейчас полазим тут пока дождь идет переждем немножко погуляем же огромный несколько уровневый может чем-нибудь купим вот и 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 вот Субтитры сделал DimaTorzok